Хорошо. Я должен спросить и то, что потом сделает просмотры. Поэтому я хочу вас спросить о голой вечеринке. Что вы думаете? Я вам честно скажу, я о ней не думал вообще еще ни разу. Могу подумать оперативно, чтобы вас набрать просмотр. Просто люди... Сергей, у тебя нет никаких идей. Все люди смотрят, действительно, и собирают большие зрительные залы. Это вот эти вот персонажи, которые ведут себя вот так вот и выражают вот так вот. А потом они едут в горловку, поют песни, их опять прощают. И опять они поздравляют всех с 8 марта, с Новым годом. Вот вы сами ответили на свой вопрос. Полный ответ. Вообще, можно уже набрали просмотров. Быдло-быдлядские развлечения. Вообще, действительно, интересно. Люди это все видят, и люди все равно идут на его концерты. Конечно, потому что это безбожное быдло. И быдло – это не ругательство. Это евангельский термин. Это животные, скоты. Потому что Господь сказал, нехорошо давать святыню псам и метать бисер перед свиньями. Где псы и свиньи – это безбожники и еретики. Поэтому, как бы, ну что, все так и должно быть. По мощам и елей. А как вы думаете, вот есть очень богатые люди, но они ведут себя беспутно совсем. Вот как Киркоров. Он богатейший человек. Почему он такой богатый? Есть ли определение в Библии? Почему определенные люди становятся богатыми? Как бы вот наш ребенок, лишь бы он не курил. Ну, пусть колется, лишь бы не курил. То есть вы про сатаниста Киркорова говорите о том, что вот смотрите, а вот Киркоров тут согрешает тем, что он там богатый, траля-ля, ведет себя неправильно. Да он сатанист. Это вообще там за гранью добра и зла. То есть ему сатана дает деньги? Ну, конечно. Конечно. Потому что это даже не деньги. Сатана дает то, что его. Вот это весь обман банковский. Бумажные деньги, электронные деньги и так далее. Бог это не имеет к этому отношения. Бог говорит, мое златое и серебро, кому хочу даю его. Ну, примерно такая фраза, неточная цитата. А это все дела сатанинские. И вы привели пример яркого такого очень сатаниста. Это люди, которые по Библии заслуживают смерти. Кощунник, сатанист, богохульник, мразь конченая.